Третья часть Третья часть, она расположена в цикле на месте скерца. Но это не скерца. И вот это надо иметь в виду, когда вы играете, потому что это скорее не скерца, а некая интермеца. Это то же самое, что происходит и в циклах Шостаковича, который, кстати, очень ценил Вайнберга. Еще! Еще! Не сдаваться! Вот так. Для хоровиков исполнение хором или исполнение вокальной партии не составляет проблему. Проблема возникает, когда какие-то дополнительные сложности в виде ритмического рисунка, сопровождающего пения, или фортепианной партии, где моментально мы видим, как рушится смысловая структура, и уже идет текст, который студент пытается исполнить. Можно провести параллели между музыкальным модерном и живописным модерном. Например, декоративная лубочность объединяет салтана Римского-Корского и картина Билибина. Вот здесь вот это очень интересная тоже картина у Билибина, потому что в ней как раз вот видно, так сказать, вот этот принцип растворения рельефа в фоне. Только не так, как он в Рубеле сделан, когда мы смотрим на сирень, мы видим сирень, а оказывается, там не только сирень, а там еще девушка, или, скажем, его жемчужину, в которой мы тоже видим краски, переливание красок. А оказывается, там тоже, так сказать, есть фигуративные такие элементы, которые проникают в эту картину. Дело в том, что Немирович Данченко был под очень большим впечатлением сельской чести. Она ему очень нравилась. И он сделал либретто по поэме Пушкина «Цыганы». Абсолютно по композиции построено и точно так же. Вот. Ну и вы понимаете, что это либретто. Поэтому либретто была написана, опера. Какая опера? Олегу, конечно. Да, это либретто Немирович Данченко. Оно композиционно очень похоже. Просто она строится. Хотя, конечно, язык там все-таки совершенно иной. Но вот драматургия там очень похожа. Контрастность еще может заключаться именно в характере звука. Даже где-то не в динамике, а вот в скорости выдоха. То есть, знаешь, более громкие сами такие... Та-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра. Чуть отпустить именно скорость выдоха. И этим тоже контрастность. Самое главное, что вы должны себя сами контролировать. Самоконтроль, как у меня звучит. В характере или произведении я играю. Почему вот у нас, как бы, по учебной программе, в принципе, первые два курса мы играем в основном классе? Чтобы человек привык играть, чтобы у него появилось вот это вот представление о том, незыблемое, как должно, что играться. Существует такая форма, как участие в научных конференциях. И я знаю, многие из вас этой формой, этой возможностью и формой пользуются. И, конечно же, есть еще такая форма, как публикации и в сборниках, и в научных журналах, в том числе и в ваковских журналах. И, как я знаю, студенты тоже участвуют в таких публикациях. Для наших дипломных работ мы ставим приобрететные задачи именно на визну. И студенты здесь, не могу сказать, без сложной скромности, открывают совершенно новые страницы нашего музыкального искусства. Это страницы науки о нашем музыкальном искусстве. Если в партитурах встречается Виолетта, то это вовсе не женское имя воспитанницы венецианского приюта, где работал Вивальди. А это венецианское обозначение скрипичного альта, но оно было принято именно в Венеции, именно в год жизни Вивальди. То есть это конец 17-го, первая половина 18-го века, а потом оно было заменено на всем привычное обозначение Виола и в Венеции, и везде. Я там делаю акцент именно на цифровой технологии и на принцип передачи информации через условный экран. Это действительно меняет мышление во второй план 20-го века. Смотри, когда ты, если на прослушивание её петь, чтобы у тебя всё-таки было какое-то движение, чтобы это не превратилось в отдельные ноты. Да, есть такая опасность, что ещё чуть-чуть, и ты прям это всё совсем осядет. Здесь такой лёгкий перевод звука вверх, и тут это как раз я даже не слышу, что тебе не хватает, потому что как раз эта нота уходит сразу в дыхание. Она не должна долго тянуться. А, и мы со вздохом. А, и мы со вздохом. У нас в Московской консерватории чрезвычайно важно принять вот эту эстафетную палочку, и эту эстафету, и бережно её передать следующим поколениям. А вот работа в классе по дирижированию — это и есть та творческая лаборатория, которая позволяет сохранять традиции, и вместе с этими традициями привносить что-то новое, в том числе в педагогический репертуар. И самое главное, чтобы потом те ребята, которые заканчивают Московскую консерваторию, чтобы они все были востребованы в нашей специальности. Кто будет руководителем коллективов самых разных направлений, там и любительские хоры могут быть, профессиональные, детские. Кто-то найдёт свою реализацию как педагоги, и тем самым также будут продолжать эту линию преемственности. Так что огромная благодарность Московской консерватории за то, что сохраняются традиции, и при сохранении традиции есть устремлённость в будущее. А мы все — хормистеры 21 века. Будьте все здоровы и новых творческих успехов!